В июле в Алматы запустят систему раннего оповещения о сильных землетрясениях. Благодаря сети сейсмических станций вокруг мегаполиса, данные о произошедших подземных толчках автоматически будут поступать в ДЧС города и в Институт сейсмологии. А жители практически мгновенно смогут получать предупреждения через мобильное приложение. 11 объектов уже размещены в горах Зайлийского-Латау. Планируется установка еще 17. Григорий Беденко об особенностях работы этой системы. Сегодня действующая сеть казахстанской системы мониторинга землетрясений насчитывает 68 станций. Большая часть из них была развернута еще в советские времена, в потенциально опасных сейсмических зонах. Ближайшая к городу станция расположена в ущелье реки Малая Алма-Атинка, недалеко от спортивного комплекса Медеу. Сам объект достаточно интересный. Оборудование размещено в тоннеле, уходящем вглубь горной породы. Здесь свой микроклимат. Очень влажно и в любое время года температура держится на уровне плюс 9 градусов по Цельсию. В конце 100-метрового туннеля в горе размещены сейсмодатчики и специальный прибор, который называется деформограф или наклономер. Это труба из кварцевого стекла с нитью в центре. Чувствительность прибора просто поражает воображение. К примеру, с помощью него можно зафиксировать, как штормит озеро Иссыкуль, который находится отсюда в шестидесятках километров. Проблема в том, чтобы отделить фоновые шумы от реальных сейсмических процессов. И для этого существует специальное программное обеспечение. Вся информация от приборов сейсмической станции Медео и других подобных объектов поступает на главный сервер Валматы, где обрабатывается программа Сейком-4. Затем данные поступают заинтересованным органам ДЧС и Акиматом. Система раннего оповещения, которая создается сейчас, призвана на порядок сократить время получения обработки информации, а также доведение ее до населения города. Автоматизированная система раннего оповещения сильных землетрясений предусматривает установку с 28 станций, двух автоматизированных рабочих мест в Институте системологии, Департаменте по чрезвычайным ситуациям города Алматы. Данные будут собираться со всех 28 станций, будут передаваться на центральный сервер и передаваться на АРМ-диспетчеры названных организаций. И будет параллельно передаваться на приложение Дармен. Станция раннего оповещения представляет собой блок-бокс, в котором размещен сейсмодатчик, системный накопитель данных и спутниковый модем. В случае сильного землетрясения аппаратура какое-то время сможет находиться в рабочем состоянии, даже если все вокруг будет разрушено. Объект имеет режим автономного энергоснабжения от аккумуляторов и солнечной батареи. В настоящее время 11 станций АСРО уже размещены в горах Зайлийского Алатау. Они охватывают практически всю горную систему на протяжении более 200 километров. В этом году планируется установка еще 17 станций. Система начнет полноценно работать в июле этого года. Сейсмические оповещения будут выглядеть примерно так. То есть это будет написано сейсмическое оповещение. И будут данные о землетрясении, когда оно произошло, эпицентр и так далее. И самое главное, будет приложена памятка, что делать в случае ощутимого опасного землетрясения. То есть это оповещение, оно будет где-то уже работать на безопасность населения. То есть, ну, произошло сильно, а что делать? Ну, он сразу поймет, что надо делать. Алматинцы, в принципе, и так знают. Ну, все равно это как напоминание. Приложение Дармен бесплатное. Уже сейчас активными пользователями программы являются около 100 тысяч казахстанцев. АСРО – совместный проект Акимата и ДЧС Алматы. Его общая стоимость составляет 1 миллиард 200 миллионов тенге. Григорий Беденко, Эдуард Кон, Алматы, Хабар, 24.